Ультразвуковая диагностика С дифференциальной диагностикой И только он может выявить Или заподозрить наличие Рака молочной железы у молодых пациентов Внутрипротоковая форма Протоковая карцинома Также называемая Внутрипротоковая карцинома Это клональная пролиферация Типичных клеток в просвете протока Без доказательств инвазии За пределы базальной эпителиальной мембраны Различает протоковую карциному И дольковую карциному Но как уже был доклад По последнему пересмотру Классификации Дольковая не валидна И не считается предраком Поэтому дальше я буду говорить О протоковой карциноме По литературным данным DCIS составляет около 20% От всех вновь выявленных Случаев рака молочной железы Считается облигатным предраком Его наличие не угрожает жизни женщины Но повышает риск развития инвазивных форм Рака молочной железы На 60% И это развитие может проходить В течение 5-10 лет Мы, врачи лучевой диагностики Не можем гарантировать Врачу-онкологу Что мы видим истинную форму Неинвазивного рака Наличие микроинвазии Инвазии можно подтвердить Только с помощью Патоморфологического исследования Поэтому, естественно, менеджмент При диагностике DCIS При подозрении на DCIS Это обязательно оперативное лечение Клинические проявления Не специфичны Пальпаторна будет определяться Как неоднородная плотность Такая же, как при мастопатии Но одним из главных проявлений И единственным проявлением Может быть выделение соска Желтого или кровянистого Или коричневого цвета Диагностическая эффективность Методов лучевой диагностики В выявлении DCIS Я не говорю сейчас про инвазивные формы Конечно же, лидеры в этом направлении Это цифровая маммография И магнитно-резонансная томография С контрастным усилением Они имеют наивысшую эффективность Самый чувствительный метод Это МРТ УЗИ, к сожалению, имеет низкие показатели Чувствительность 47 Специфичность 73 Потому что, несмотря на то Что ультразвук прекрасно видит узловые формы Даже на самом рентгеноплотном фоне При выраженном фиброглондулярном Фоне молочной железы Но в определении микрокальцинатов УЗИ имеет ряд ограничений Классическая маммографическая картина DCIS Это с 75% Он проявляется как кластер микрокальцинатов Микрокальцинаты являются последствием Организации центрального некроза Вот так он выглядит При микроскопе При патоморфологическом исследовании К подозрительным микрокальцинатам Можно отнести Во-первых, мы оцениваем их по форме И по распределению Форма – это ветвящаяся форма Может быть подозрительна И распределение Либо линейное по протокам Либо сгруппированное Также подозрительные будут Плеаморфные кальцинаты Описывают такой симптом Как битый камень Это когда разные формы микрокальцинаты Имеют острые края И вот такую краеугольную форму Аморфные микрокальцинаты В виде пудры Также могут иметь Сгруппированное Линейное Либо сегментарное распределение Микрокальцинаты В виде жемчужного ожерелья Круглые, маленькие Выполняющие просвет Пораженного протока Линейное распределение Крайне подозрительно Ну и классическая Картина Это плеаморфные микрокальцинаты Имеющие сегментарное Распределение И определяющиеся на фоне Участка нарушения архитектоники Еще один пример Плеаморфных кальцинатов Но тут большое распространение Здесь прожжена целая доля В данном случае Это регионарное распределение Протоковая карцинома Инситу молочной железы Как я уже сказала МР-диагностика МРТ Позволяет нам увидеть Накопление контрастного вещества В проекции DCIS И самым важным Является то, что Именно МРТ может увидеть Зарождающийся DCIS Когда еще не образовались Микрокальцинаты Признаки будут Определение гиперваскулярных зон Которые имеют Сегментарное распределение Линейное Характеристики такие же Как для описания Микрокальцинатов Пример фокальной зоны Контрастирования И регионарной зоны Контрастирования Также могут быть Несколько зон Может быть Двухсторонний характер Мультифокальный Мультицентричный Еще раз подчеркну Что даже при таком Обширном поражении Которое мы определяем По МРТ Это не узловая форма Она не пальпируется И иногда Она не визуализируется При ультразвуковом исследовании Как я уже сказала Возможности УЗИ Выявления оценки Распространенности DCIS Весьма ограничены Диагностика С помощью УЗИ Возможно При экспертной оценке Которая требует Большого опыта врача И высокого уровня Ультразвуковой аппаратуры Практической работой Ультразвуковое исследование Довольно часто используется Для наведения иглы При проведении Трепан-биопсии Если мы видим Зону интереса И конечно же Оценка статуса Регионарных лимфатических узлов Но я еще раз подчеркну У женщин в репродуктивном Периоде Основной метод Это ультразвуковая диагностика И врачам УЗИ Нужно понимать Как может выглядеть DCIS Чтобы заподозрить его И назначить До обследования В виде Момографии И МРТ По литературным данным Ультразвуковая картина DCIS Это участки нарушения Архитектоники Ткани молочной железы Неправильной формы По ходу измененных протоков С наличием Микрокальцинатов Клинический пример Плотная молочная железа Мы видим Что поражена Практически Доля Верхненаружный квадрант Множественные Преаморфные микрокальцинаты Выполняющие Просвет протоков При ультразвуке Мы не будем Видеть узлового Образования Мы будем Видеть На фоне Неизмененной Ткани Железистой Множественные Гиперохогенные Включения При покачивании Датчика Мы можем Увидеть Акустическую Тень Которая Исходит От этих Микрокальцинатов И если Так скажем Врач Не нацелен На поиск Такой патологии Врач ультразвуковой Диагностики Он может пропустить Потому что В практике Иногда я получаю Заключение При такой картине Какие-нибудь Поцмаститные Изменения Или Проявление Воспаления Но еще раз Если вы на УЗИ Увидели Такую картину Нужно назначить Обязательно Проведение Момографии Участок нарушения Архитектоники С микрокальцинатами В структуре Есть Существуют Определенные Ультразвуковые Режимы Ультразвуковые Пресеты Которые Позволяют Нам Лучше Увидеть Микрокальцинатами Поймать Их А вот Фиолетовый Режим Более Как бы Микрокальцинаты Подсвечиваются Более Таким Светлым Ярким Цветом Но это Не заменяет Нам Момографию Мы не Можем С помощью Такого Режима Оценить Количество В форму И распространенность Микрокальцинатов В молочной железе Следующая технология Ультразвуковая Которая Может нам Помочь Диагностике Это Соноэластография Но Опять же Не узловая Форма Нету Жестких Участков И при Чистой DCIS Пью DCIS Так называемая Безинвазивного Компонента Эластография Будет неэффективна Она будет Картироваться Как нормальная Ткань Потому что Очень То есть Вот эти Нити Опухолевых Клеток Которые Выполняют Протоки Они не Улавливаются Они не дают Разницу В жесткости Но Наличие Жестких Участков При эластографии Может указывать Нам Ну естественно Косвенно Это потом Подтверждается Патоморфологами Указывать На то Что уже Перешел Процесс От неинвазивного В инвазивный Может говорить О наличии Инвазивного Компонента Клинический Пример Мы видим Участок Нарушения Архитектоники Локусы Кровотока И Участки Повышенной Жесткости Вот такую Картину Нужно Насматривать Чтобы еще раз Не пропустить Чтобы не спутать Это С участками Локализованной Мастопатии Или участками Локализованного Фиброденоматоза Аденоза Как мы привыкли Это Называть Таким Триггером Должны Должны Повышенные Сигналы Доплера В проекции Этих Участков Потому что Использование Доплера Показало Свою Высокую Эффективность В том Что Это может Указывать На наличие DCIS Ну и конечно Когда у нас Появились Контрасты Если мы можем Их использовать То также Если это будет Участок Мастопатии То там Не будет Накопления Контрастного Вещества А при подозрении На DCIS Мы увидим Воскулизацию В этой области Мы увидим Поступление Контраста С формированием Спекулообразного Паттерна Контрастирования Участок Нарушения Архитектоники Аккумуляция Контраста При контрастном Усилении Ультразвуковом И мы видим Как явно В доплере Повышен Кровоток В этой области При аденозе Как правило Такого не наблюдается Пример Мы видим В B режиме Немножко Расширенный Проток Но Повышение Воскулизации В этой области Настораживает Мы включаем Режим Который Подсвечивает Кальцинаты Мы видим Гиперохогенные Точки Который Да Потом Естественно Проверяем С помощью Момографии В данном случае Был подтвержден DCIS Дуктальная карцинома Инситу Ну и давайте Позвольте перейти Уже К клиническим Наблюдениям Пациентка 53 года Рак Правой Молочной Железы Т2Н1М0 Она прошла Комплексное Лечение В 2014 Году Отсроченная Реконструкция Правой Молочной Железы ТДЛ И имплант В 2016 Году Обратилась В институт По поводу Реконструкции Левой Молочной Железы Так как У пациентки Имплант Алгоритмы Обследования Начали с Ультразвукового Исследования И в Контрлатеральной Железе То есть Неоперированной В железе По данным Ультразвукового Исследования На 12 Часах Определялась Неоднородная Зона С Гиперхогенными Точечными Включениями С Единичными Локусами Кровотока И Небольшим Повышением Жесткости При эластографии Вот на этом слайде Хорошо видны Микрокальцинаты Сгруппированные И мы видим Что все-таки Жесткость Проекции Микрокальцинатов Повышена По данным УЗИ Байрас 4С Следующий этап Обязательная Момография Которая и Подтвердила Наши сомнения В проекции Определяемой На УЗИ Патологии Мы Увидели Плеаморфные Микрокальцинаты Имеющие Сегментарное Распределение Вот хочу Обратить внимание Насколько Более четко Микрокальцинаты Видны с помощью Момографического Исследования Мы можем Их Охарактеризовать По системе Байрас И Распространение По момограмме Этого процесса Было больше Чем То Что мы Видели При ультразвуковом Исследовании Но Так как Патология Была Выявлена При УЗИ Биопсию Мы смогли Сделать Под контролем Ультразвука И Верифицировали Что это Дуктальная Карцинома Инситу В качестве Вывода Это То Что Диагноз ДСИС Это Одна из Сложных Задач Диагностики В онкомомологии И вообще В онкомологии И этот диагноз Складывается Из многих Параметров И немаловажную роль Играет Анамнез И клинические Данные Пациентки Лучевым Диагностом Следует Помнить Что Не всегда Рак Молочной Железы Проявляется В виде Узлового Образования Что Это Может быть Внутри Протоковая Форма Которая Не Пальпируется Которая Невидимая Которую Нужно Уметь Выявлять И Дифференцировать Методами Выбора Для таких Пациентов Является МРТ С динамическим Контрастным Усилением И цифровая Момография Ультразвуковое Исследование Является Дополнительным Вспомогательным Методом Позволяющим Проводить Верификацию Процесса И оценивать Состояние Регионарных Лимфатических Узлов Но У молодых Пациенток DCIS Тоже Встречается И У таких Пациенток УЗИ Первый Метод С чего Начинается Любая Диагностика Поэтому Нужно Научиться Определять Участки Подозрительные На DCIS И Сразу Направлять Пациентку На До Обследование На Момограмму Или Магнитно-резонансную Томографию Поэтому Наверное Светлое Будущее Врачей Диагностов Когда мы С вами Будем Ставить Диагнозы На Неинвазивных Стадиях И Наши Пациентки Будут Проходить Более Щадящее Лечение Есть Еще Четыре Минуты Я Хотела Бы Тогда Немножко Продемонстрировать Клинические Наблюдения Из практики Наблюдения С приема Пациентка 54 года В апреле 2019 Года После Тупой Травмы Правой Молочной Железы Самостоятельно Обнаружила Болезненное Уплотнение Выполнено Момограммой УЗИ Молочных Желез Диагноз Тифузный Фиброденоматоз Регулярно Проходило Обследование По данным Молочевой Диагностики Постмаститные Изменения Правой Молочной Железы Вот этот Диагноз Очень часто Он звучит В таком Случе Постмаститные Мастопатия Плотность Нарастала Болезненность Нарастала Пациентка Обратилась И при Ультразвуковом Исследовании Мы видим Обширную Зону 45 на 10 мм Множественные Гиперэхогенные Включения Локусы Кровотока Ну и Жесткая Структура То есть Вначале Это был ДСАС Сейчас уже Конечно же Произошел Переход В инвазивную Форму Была Выполнена Сразу же После Ультразвука Цифровая Момография Которая Подтвердила Конечно же Наши Опасения Обширная Зона Микрокальцинатов Имеющая Сегментарное Распределение Гистологическое Заключение Инвазивный Протоковый Рак Как важно Вовремя Заподозрить Развитие Неинвазивных Форм Ну и Я Наверное Перейду Я не успею Показать Все случаи Я Продемонстрирую Да Вот Хотела сказать Что еще Карцинома Рак Педжета Очень часто Сочетается С карциномой Инситы И надо Как бы Конечно же При Диагности Инситу Проводить Дообследование Поиск Поиск Микрокальцинатов В этой же молочной Железе Последнее Клиническое Наблюдение Пациентка 56 Выполняла Регулярно Профилактическую Момографию Был 17 18 19 Год По результатам Которые Все время Ставился один И тот же Диагноз Диффузный Фиброаденоматоз Категория Байратства На момент Осмотра Да Это была Осень 20 Года 4 месяца Она Наблюдала Изъязвление Соска Левой Молочной Железы Пациентка Обратилась С этими Жалобами И при Ультразвуковом Исследовании На 12 Часах Вот Определялась Небольшая Вот такая Зона Ну и уже Клиническое Да Мышление Когда ты Понимаешь Что Пэджета Может сочетаться С инситу Плюс Вот такой Гипоэхогенный Участок Гиперваскулярный Кровоток Жесткие Участки При эластографии Конечно Картина Подозрительна Относительно Развития DCIS Ретроспективно Я пересмотрела Момограммы И в этой Проекции Были Определены Микрокальцинаты Момограмма От 2019 Года Я Подняла Момограммки От 2017 Года И при Увеличении Вот В 2017 Году Только-только Зарождалась Дуктальная Карцинома Инситу Тогда Можно было Поставить Этот диагноз И провести Стереотоксическую Биопсию То есть Она медленно Развивалась Ну и Следующий Заключительный Этап Это Магнитно-резонансная Томография Потому что Она Чаще Показывают Истинное Распространение DCIS Молочной Железе Что и было Выполнено Обратите Внимание Какое Обширное Поражение Было Выявлено При Магнитно-резонансной Томографии Контрастировался Сосок И вот Такая Обширная Сегментарная Зона Контрастирования По Данным МРТ Трипан Биоптат Дуктальная Карцинома Инситу Греброзный Тип С центральными Некрозами И вывлечением Терминальных Отделов Долик Благодарю За внимание И Позвольте Закончить Доклад